Прямо в эфире информационного канала Севастополь очередной выпуск программы в контексте с вами и ее очередной ведущей, журналист Николай Скребе. Здравствуйте, уважаемые друзья. Спешу вам представить гостя нашей программы. Это Владимир Викторович Штоп, директор департамента финансов города Севастополя. Добрый день. Говорить, естественно, сегодня будем о бюджете города Героя и об эффективности использования этих самых бюджетных средств. Севастополь с первых лет возвращения в Россию, ну если не часто, все равно периодически критиковали за эффективность или за неэффективность использования бюджетных средств. Вот 23 января нынешнего года на совещании вице-премьера России Дмитрия Козака прозвучала уже более позитивная информация. Городской бюджет 2016 года выполнен почти на 85%. Это предел возможного. И как с посылом на эффективность использования этих самых бюджетных средств начался 2017 год? Владимир Викторович. Да, действительно, если сравнивать 2016 год с 2015 годом, у нас более качественный бюджет исполнен 2016 года. Есть на это и объективные предпосылки. Все-таки 2015 год, это был первый год работы в правом поле Российской Федерации. Ну и для большинства сотрудников органов власти города Севастополя это была новая эпоха в жизни. Ну, я имел на виду законодательство Российской Федерации. Соответственно, ну, шишек мы набили в 2015 году. И в 2016 году уже постараюсь, конечно, эти моменты учесть при исполнении бюджета 2016 года. Действительно, у нас и процент выше, если с 2015 годом сравнивать, и абсолютные суммы гораздо мы больше средств расходовали. Но это не значит, что мы их просто расходовали. Была цель расходовать. Мы их расходовали на определенные мероприятия. Может быть, не все это было видно, так скажем, вот визуально. Да, визуально, ну, поверьте, вот сейчас в 2017 году, к осени граждане, горожане заметят это, уже как бы воочию увидят те работы, которые были сделаны в 2016 году. Ну, если говорить об эффективности, ну, вообще государственные средства необходимо исполнять эффективно, использовать. Это, как бы, ну, краеугойный камень любой политики экономической. Контрольно-счетная плата в своем заключении по итогам 2016 года, вернее, по проекту 2017 года уже, так скажем, в позитиве отметила в том, что мы у нас уже там необоснованных расходов там в разы меньше. Ну, я уже говорил об этих объективных причинах. Я думаю, что когда будем формировать бюджет 2018 года, он еще будет качественнее сделан. Все-таки, ну, действительно, специалисты учатся, и не только специалисты департаментов финансов, в других органах власти. Ну, все-таки люди в большинстве более 90%, а может быть, даже более 95% это специалисты, которые работали в государстве другом. Соответственно, они там выучились, там работали, у них уже там свои стереотипы определенные сложились. Ну, приходилось вот им на ходу учиться, а до должной перестроились достаточно быстро. А сейчас давайте коснемся все-таки к бюджетным поступлениям. В прошлом году по налоговым поступлениям Севастополь перерос буквально на 26%. Меня удивила сама по себе эта довольно внушительная цифра в сравнении, опять же, с 2015 годом. Он не самым был удачным, вы правы. Откуда такой существенный рывок? Неужели так возросла база налогообложения? Вот смотрите, в 2014 году, да, при переходе было 32 тысячи хозяйствующих субъектов, ну и, соответственно, база налогообложения. Сейчас их значительно меньше. А прирост наблюдается. Значит, вот 2014 год я бы вообще не стал сравнивать. Хорошо. Его нужно разделить до 18 марта и после 18 марта. Причем в 2014 году в бюджет Севастополя поступали налоги несвойственные. И вообще в бюджетной системе Российской Федерации тот же НДС, он не поступает в бюджет субъект, а он поступал здесь, сюда. В бюджет Севастополя я бы предложил их вообще просто не сравнить. Да, почти треть бюджета. Да, почти треть бюджета. Да, да, да. Согласен. Ну, вообще, если так вот сказать коротко, улучшилось администрирование налогов. У нас главным администратором доходов является Федеральная налоговая служба. Ну, и они научились. И 2016 год мы спрогнозировали более точно. А прирост получился, ну, тот же налог на доходы физических лиц, тот же налог на прибыль. То есть, вот это очень хороший показатель, это налог на прибыль. То есть, у нас как бы по нему, ну, рост был, был рост и по неналоговым доходам. Я имею в виду, это всевозможные арендные платежи. То есть, там наводится порядок, имущество ставится на учет, с него перезаключаются договора, с него взимается плата. Эта работа, она каждодневная, ее, в общем, горожанам не видно. Но этим мы занимаемся каждый день. У нас администратором по этим доходам является Департамент земельных и мысльных отношений. То есть, у них там плановая работа идет. Понятно, еще много проблем. Но, поверьте, вот уже, наверное, самое-самое такое страшное, это было в 2015 году позади. Теперь мы вот уже более планово работаем. И мы такого количества изменений в бюджет, как делали в 2015 году, в 2016 уже не делали. Сейчас вообще для себя поставили планку раз в квартал. Вот мы сейчас в марте изменения в бюджет внесли. Следующие планируем мы в втором квартале, потом в третьем и в четвертом. То есть, это нормальная ситуация, рабочая для всех субъектов Российской Федерации. Вот я вкратце, потому что времени много у нас тоже не бывает, наверное, как и у вас, изучал ситуацию с структурой поступления, налогового поступления в различных регионах России. Вот по субъектному уровню, там от третьей НДФЛ дает до половины и более поступления в региональные бюджеты. У нас как ситуация? У нас градообразующим НДФЛ, конечно, является он больше 50%. Ну, понятно, что это и флот, это и вузы, то есть, ну, и социалка вся, допустим, власть и так далее. У нас действительно НДФЛ является главным доходным источником. Ну, вот я уже говорил, что налог на прибыль также у нас идет его качественное повышение, ежегодное увеличение поступления налога на прибыль. Это тоже хороший очень показатель. Ну, и сейчас вот мы заключили все соглашения на 2017 год. Сейчас до конца месяца порядки расходов не все примем, и со второго квартала начнем осваивать средства. И начнутся же работы, уже начнутся работы. Подготовительная работа, так называемая бумажная работа практически завершена. Я не уведу объектов и цепей. Я вот что хочу спросить, может быть, это будет и преждевременный вопрос. В общем-то, в текущем году, опять же, вот исходя из бюджета на 2017 год, по доходам в разрезе, опять же, налоговых и неналоговых поступлений, намечен опять рост на 21%. Это в сравнении уже с успешным, наверное, 2016 годом. Какая ситуация на сегодняшний день? Можно уже динамику эту наблюдать? Нет? Ну, более точная динамика, конечно, будет по итогам 6 месяцев. Я понимаю. Ну, вот январь-февраль, мы для себя план сами ставим ежемесячно. Два месяца мы выполнили. Январь и февраль план перевыполнены. То есть, ваши плановые показатели? Пока идем, да. Пока идем вот в графике. Сложно сказать. Ну, то, что будет рост однозначно, может быть, тех параметров, которые были, не достигнем. Но, по крайней мере, прирост точно будет по отношению к 2016 году. Я в этом не сомневаюсь. Я опять же повторяю, это улучшение администрирования. Из тени выходят. Но только административной дубиной, наверное, результатов стабильных не достигнет. Да нет, это не то, что дубина. Но многие просто не платили. Был такой период, многие просто не платили, либо платили ниже прожиточного минимума и так далее. Но сейчас в российском законодательстве достаточно суровые санкции, поэтому работодатели, конечно, смотрят. На это тоже смотрят. Как вы считаете, юмористы все спорят, бюджет это состояние или все-таки процесс? Нет, бюджет это процесс. Процесс, хорошо, хорошо. Я согласен, что это не цифра, это прежде всего процесс. Вот главным финансовым документом, сейчас мы коснемся депутатского нашего корпуса, депутаты начали работать в августе. Ну, в общем-то, это соответствует, наверное, нормам бюджетного кодекса. Это продолжает и поныне. Во всяком случае, свои изменения они внесли буквально на сессионном заседании недавно, 28. Что это за изменения? Ну, глобально у нас, я так вот скажу, про доходную часть свою скажу. Наша доходная часть на 2017 год это 12,2 миллиарда рублей. То есть мы ее не меняли, она пока остается без изменений. Мы сейчас посмотрим 6 месяцев, и если у нас будут какие-то доп. доходы, то мы, соответственно, внесем изменения. Пока мы не будем вносить изменения. Нам более 2 миллиардов рублей поступили дополнительные межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Ну, такие две крупных суммы, это вот сумма почти 2 миллиарда рублей, 1,9 миллиарда с небольшим. Это компенсация затрат энергосетевым компаниям на разницу в тарифах. И 105 миллионов рублей, это было лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Ну, и там по малому предпринимательству, 100 миллионов 40. Ну, в общем-то, по сути дела, только межбюджетные трансферты. Вот мы в марте изменения эти утвердили. Уже всем лимиты довели, уже все с ними работают. В общем, процесс идет. То есть, деньги не залежались. Деньги не залежались. Оперативное и законодательное собрание пошло нам навстречу. Перерыв между первым и вторым чтением был минимален, буквально 2 дня. То есть, ситуацию вошли в нашу. И там еще одно было изменение. Это касалось присвоения новых кодов по объектам федеральной целевой программы. Ну, вот министерство финансов в конце года решило, что нужны коды новые. Поменять. Ну, мы поменяли. Это чисто техническое. Техническое, но оно очень важное. Объем большой 10 миллиардов. Опять же, коснусь у нас сегодня вечером, мы встречаемся с депутатским корпусом. Как взаимодействие в этом плане вашего департамента существует по прохождению всех финансовых? В плане проистекания бюджетного процесса есть взаимодействие? Есть взаимодействие у нас. Если, так сказать, у нас нормальные рабочие отношения, мы спорим, самое главное, мы до друга слышим. Они доказывают что-то, мы доказываем что-то. Счетная палата, контрольная счетная палата участвует. Нет каких-то особых у нас противоречий. В общем-то, цель одна у всех. Это бюджет достойный принятия. Достойный его исполнить и для того, чтобы горожане увидели результаты. Все-таки бюджет достаточно приличный для Севастополя. 37 миллиардов рублей. С учетом последних изменений, это достойный бюджет. Вот, кстати, глава города Дмитрий Владимирович Жевсянников первым высказал такое предположение, что бюджет принятый, 28-го, под елочку принятый, может вырасти до 37 миллиарда. Вот, оправдался ли этот прогноз, или оправдается, наверное, вот так будет более правомерно спросить, да? Я думаю, что он в конце года будет еще больше. Еще больше, да? Ну, у нас там сейчас, ну, как у нас, Департамент транспорта работает с Минстроем по поводу там еще дополнительного выделения средств на дороги, порядка 400 миллионов. Ну, и я думаю, что у нас будут доп. доходы. Ну, я прогнозирую, к концу года, ну, больше, чем 37,5 миллиардов. Ну, и, наверное, последний вопрос. Основные направления, куда пойдут, вот эти федеральные или вливание из федерального? Федеральные, у нас в основном федеральные, это, вот, конечно, это около 9 миллиардов рублей, это на реализацию мероприятий федеральной цельной программы. Ну, большое количество объектов, их все знают, они есть, и их можно посмотреть в приложении 10 к закону о бюджете на сайте законодательного собрания, если кто-то очень интересуется, там пообъектно, с указанием сумм. Ну, а наш, в основном, бюджет, конечно, явно носит социальный характер, это вот все, что связано с социальным. Социалкой в городе, это и социальная защита, это культура, спорт, молодежная политика, здравоохранение, это образование. Ну, то есть, то, что, ну, как и другие субъекты содержат, так и мы это содержим. Ну, и 5 миллиардов у нас, я добавлю, 5 миллиардов в нашем бюджете, это свои капитальные расходы, то есть за счет своих средств. Тоже хороший показатель, 5 миллиардов рублей. И, наверное, последний вопрос в наше время практически завершается. Вот Россия в свое время ратифицировала хартию самоуправления, а с точки зрения экономической достаточность самоуправления является достаточность финансирования. Вы в этом бюджете предусмертили финансирование муниципальных образований в каком объеме? Ну, я думаю, что, а если меня слышат главы муниципальных образований, они согласятся со мной, вернее, скажут, что им этого мало, средств, конечно, мы только с 1 апреля. Уже жалуются. Им дали вот полномочия государственные передали, передали им с 1 апреля, начнут работать, губернатор им пообещал, что по мере их развития полномочия будут передаваться соответственно с финансовыми ресурсами. Ну, всегда денег не хватает. Всем всегда денег не хватает. Спасибо, у нас в гостях был Владимир Викторович Штоп, директор Департамента финансов города Героя Севастополя. Спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание к этой передаче. Всего доброго, еще встретимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok